Построение клиентского пути CGM как стратегии управления донорским опытом. Вот такое сложное название с очень интересным содержанием. Я с удовольствием сейчас передам слово Нике Голохвастовой, бизнес-аналитику, специалисту, которая работает в компании Самокат, всем известной. Вот. Ника, расскажите, пожалуйста, как же этот самый управлять донорским опытом и как этот клиентский путь построить? Добрый день. Сейчас я подключу только презентацию еще. Буквально секунду. Надеюсь, что все видно. Все, все видно. Отлично. Да, можно тогда начинать. Буквально в двух словах еще раз обо мне. Меня зовут Ника. В настоящий момент я являюсь бизнес-аналитиком Самокатча и менеджером продуктов. До этого я более трех лет, как дополнительный мой вектор, я работала в коммерческом и партнерском блоке, руководила им в автономной некоммерческой организации Центр академической моделисти. Собственно, еще раз о повестке нашей встречи. Мы в первом блоке поговорим, что такое CGM, где вообще используется. И второй блок посвятим DGM. Это уже непосредственно ответвление CGM только для НКО. Зачем же НКО использовать карту пяти доноров и как ее составить? Мы можем начать. А CGM – что это такое, для чего используется? То есть один из принципов создания качественного продукта – это получить как можно больше информации о своем пользователе. Знать его потребности, боли, барьеры, эмоции, например. То есть CGM – это Customer Journey Map. По-простому можно перевести с карты пути клиента. Или же это инструмент визуализации, который лучше помогает представить путь пользователя от момента возникновения идеи у пользователя о потребности какой-либо и поиском информации о продукте до покупки и использования данного продукта, а также возвращения к продукту. Для чего используется CGM? Основные три момента, когда CGM используется как визуальная схема – это этапы взаимодействия с пользователем, точки контакта на каждом этапе и действия пользователя и его эмоции. То есть если говорить кратко, то CGM – это визуализация взаимодействия клиента с вашим продуктом или услугой при выполнении какого-либо сценария. При этом точки соприкосновения – это места коммуникации и ситуация встречи клиента с продуктом. Переходя же к DGM, можно отметить, что если коммерческие организации используют именно версию CGM, то некоммерческие организации используют небольшое ответвление DGM – Donor Journey Map. То есть это аналогичное визуальное представление взаимодействия донора с организацией от первого контакта до пожертвования и, например, перехода к лояльности. Карта включает в себя точки соприкосновения, действия донора на каждом этапе пути. То есть по определению это очень-очень схоже с первичной коммерческой версией данного пути, скажем так. Для чего же используется DGM? Во-первых, создание карты пути доноров помогает организации лучше понимать своих доноров и выстраивать с ними более плотные, более близкие взаимоотношения. И шаги по созданию карты пути донора включают определенные этапы, о которых мы поговорим чуть попозже. И в качестве первого аргумента могу сказать, что DGM поможет узнавать больше о своих донорах. То есть понимая, где находятся ваши доноры, как и почему они делают пожертвования, ваша команда может определить ключевые факторы, которые непосредственно мотивируют доноров. И эти факторы помогут команде разработать стратегию с учетом этих мотиваций внутренних. Второй аргумент – это поддержка сплоченности вашей команды. То есть DGM обеспечивает основу, которую вся ваша команда может использовать для содействия в лечении доноров. А также команда будет лучше синхронизироваться и понимать вектор движения организации. Также DGM позволяет улучшить опыт работы с донорами. То есть по мере того, как ваша команда будет создавать пути для доноров, она начнет понимать возможности и какие-либо пробелы, недочеты в стратегии организации и появится целое поле для улучшения процессов и стратегии. Также DGM позволяет визуализировать будущее. То есть существенная часть развития некоммерческих организаций включает в себя прогнозирование того, как будут ресурсы собираться. То есть с помощью DGM в данном случае вы можете предсказать, какой вклад внесут доноры в течение времени, использовать эту информацию как для прогнозирования, так и для анализа уже фактических результатов сборов денежных средств. И последний основной пункт в пользу использования DGM – это следить за прогрессом. С помощью карты донорского пути вы можете помочь команде и себе просмотреть этапы, на которых вы теряете доноров или наоборот успешно их превращаете в своих лояльных пользователей вашего некоммерческого продукта, можно так сказать. И затем уже вы сможете также выделить области для улучшения пути доноров. Переходя к более практикоориентированному блоку, сейчас рассмотрим, как можно составить карту пути доноров. Это максимально такой базовый короткий этап, который вы можете все использовать, и он достаточно простой. То есть на первом шаге вам необходимо определить этапы. Этапы пути донора, которые вы хотите, например, отобразить в данном случае. Эти этапы могут состоять, включать в себя такие пункты, как первичный контакт или осознание потребности какой-либо, анализ, анализ организаций, анализ вообще способов закрыть эту потребность, выбор, это момент, когда донор делает выбор в пользу вашей организации или, наоборот, в пользу организации и конкуренту, скажем, выразимся так. Признательность, когда донор получает какую-либо благодарность за то, что он пожертвовал денежные средства, и лояльность, это возвращение донора. Давайте просто возьмем такой пример, чуть подробнее будем дальше рассматривать. В качестве персоны. Персона – это обобщенное, утрированное такое представление вашего донора. Ну, или же, если говорить в коммерческой стороне, это пользователь, клиент. То есть персона – краткое описание, допустим, это девушка из Санкт-Петербурга, которой 30 лет, которая беспокоится о проблемах окружающей среды, которая является вегетарианкой, допустим. Можно делать более подробное описание, но в данном случае нам этого достаточно. А, и уточнение, она беспокоится о проблемах окружающей среды, в частности, переживает о животных лигах. Дальше же мы переходим к второму этапу построения – это определение точек соприкосновения. То есть в данном случае вы рассматриваете точки соприкосновения между вашей организацией и донором на каждом из этих этапов. Мы здесь выделили пять этапов. И это поможет включить в себя, это может включать в себя, допустим, такие моменты, как электронные письма, веб-сайт, различные форумы, социальные сети, какие-нибудь телеграм-каналы. В данном случае, если мы пойдем по этапам, то, допустим, в первом этапе у нас это было возникновение проблемы. Донор будет видеть рекламу, к примеру, в социальной сети ВКонтакте или в другой социальной сети. Далее донор будет переходить к изучению сайта или социальной сети организации, различным форумам, искать отзывы на вашу организацию. Далее донор будет читать на сайте варианты программ для участия или пожертвования. Потому что донор может быть не только с точки зрения пожертвования денег, но и также как специалист приходить и условно жертвовать свое время как специалиста. Далее донор будет получать какое-либо письмо с благодарностью на почту или в социальной сети получать рассылку. Ну и последний этап. Донор читает какие-либо отчеты вашей организации, статьи о результатах в СМИ и хочет еще раз пожертвовать. Таким образом он становится лояльным донором. На третьем этапе необходимо наметить действия донора. Ну и также, скажем так, вынесем в общий блок, это нанести на карту эмоции. К примеру, здесь также у нас по пяти столбикам все разделено. Здесь я вынесла, как пример, это цели, мысли и действия. То есть у донора есть цель, например, изучить организации. На первом этапе это изучить организации, которые сидействуют в защите диких животных. То есть это буквально первый момент возникновения у донора в голове мысли. А как вот я хочу помогать окружающей среде и диким животным, как я вообще могу это сделать? Это, собственно, его мысли. И действия донора идет, например, искать информацию в интернете. Это различные поисковики. Google, Яндекс узнавать друзей, коллег. На втором этапе цель уже смещается на то, чтобы убедиться, может ли донор пожертвовать деньги, в частности, вашу некоммерческую организацию, ваш фонд. И поможет ли это действительно ему. И у него в голове мысли крутятся, схожи ли у меня с организацией ценности на данную проблему. И в этот момент донор будет уже просматривать различные видеопрезентации на сайте, на каких-либо каналах других связей, к примеру, YouTube. Новостные репортажи пересматривать, перечитывать статьи. И также оценивать, например, тон общения. Далее мы уже переходим к этапу, когда у пользователя есть цель, у донора есть цель определить размер пожертвования. И у него в голове крутится вопрос, сколько я могу перечислить денежных средств в данный фонд. В действии донор еще раз изучает страницу сайта. Именно тот самый раздел, где необходимо будет совершить денежный перевод. Потом донор ощущает свое влияние. Он получает, например, какое-нибудь письмо с благодарностью от вас на электронную почту, читает ваши отчеты деятельности и думает при этом, как же его действие оказало влияние на проблему. Проблема защиты диких животных по отношению к тестированию каких-либо, например, косметических или медикаментозных средств. И последний этап – это решить, делать ли повторное пожертвование. В данном случае донор снова оценивает, насколько сильно он смог внести вклад через вашу некоммерческую организацию. И он снова перечитывает различные форумы, новости и еще раз возвращается к отчетности. То есть таким образом выглядит общий вид карты, сокращенный вариант. То есть у нас пять этапов. И вы можете посмотреть, оказаться в ботинках вашего донора. Как же можно еще доработать карту, расширить? В данном случае мы возвращаемся снова к CGM, коммерческой стези, откуда мы можем взять побольше каких-то блоков для нашего DGM. Также вы можете добавить, например, процессы и каналы. Здесь в схеме, буквально в графике, под каждым этапом, то есть у нас было пять шагов, пять этапов, на каждом из пяти этапов, делать отдельную схему визуальную. Она будет просто проще доносить мысли. К примеру, здесь у нас значок человека, то есть донор узнает, есть ли кто-то среди друзей, знакомых коллег, кто перечитает денежные средства в различные фонды. Далее донор будет обращаться к поисковой системе, в частности, здесь я отметила Google, и что-либо гуглить браузеры о различных НКО. Далее донор будет переходить уже непосредственно на сайт некоммерческой организации и читать там информацию. Таким образом вы можете визуализировать и расписать процессы и каналы взаимодействия донора. Вашу карту. Также можно выписывать отдельно на каждом этапе проблемы, которые возникли. К примеру, сайт НКО не отображается на первой странице в поисковике, и донор просто должен потратить очень много времени, чтобы наткнуться на ваш сайт. Также на форумах есть негативные отзывы о работе НКО, которые выпадают как раз-таки на первой странице, и первое, что видит донор, это какие-либо негативные моменты, негативные комментарии. И, к примеру, еще одна проблема, которая может быть на одном из этапов, это на сайте НКО представлен только один из способов перевода денежных средств. И это сокращает сильно конверсию. Также можно в виде схемы выделить эмоции. Точно так же отображаются смайликами. Допустим, на этапе оплаты донор видит то, что ему пришло письмо с благодарностью, и он становится счастливым. Далее, на следующем этапе донор не получает каких-либо аналитических отчетов, и он задается вопросом вообще, как он помог, как работает НКО после того, как он перечислил денежные средства. И вновь возвращается, получает с каким-либо временным лагом отчет, видит, что его вклад оказался крайне существенным, и он становится счастливым. Также можно выносить отдельно под каждый этап какие-либо идеи. Например, говоря, возвращаясь к проблемам на предыдущем слайде, можно, например, настроить SEO. Также можно отработать негативные отзывы на форумах и подключить систему быстрых переводов на сайте или, например, какие-либо онлайн-кошельки. Еще один момент, который очень полезный, это выписывать под каждым этапом лучшие практики. Здесь поможет анализ конкурентов. К примеру, можно записывать видео презентации, также под каждый этап записывать столбик. Это запись видео презентации об организации, добавить краткое описание к отчетам, отправлять различные новостные письма донорам, организовать встречи с донорами или организовать комьюнити. И вы просто под каждым этапом вашего пути донора выписываете лучшие практики и идеи. И таким образом вы расширяете карту. Примерно такой короткий рассказ о карте пути донора. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить сейчас. Олеги? Присоединяйтесь с вопросами. Все зависли. Если возникнут вопросы чуть позже, у меня здесь контакты отмечены, вы можете их задать напрямую. Можно, да, вопросы? Да, конечно. Конечно, пожалуйста, Алина. Вот увидел идеальную картинку пути донора. В жизни все по-другому. Импульсно, где-то что-то там по пути, забегая куда-то, где-то что-то увидел, там, зажевывая, перечислили 100 рублей и даже забыли к кому, что, как перечислили, но вот остались данные о этом человеке. Допустим, на сайте оставил там имейл, как выстроить в таком случае, когда не изучал и вообще у человека нету никакой головной боли спасти мир, там, думать про экологию или еще что-то. То есть вот такой залетчик. По большей части обычно так и происходит. Что с ними делать с залетчиками? В первую очередь я бы посоветовала в целом, наверное, проводить время от времени, если вы еще не проводите анализы ваших доноров, то есть общаться с ними, узнавать и, допустим, вы выцепили, что человек действительно случайно попал, но он перевел денежные средства и у вас есть контакты, что очень круто. То есть вы можете подготовить, например, рассылку автоматическую и со временем вернуться и рассказать этому донору, что вроде как его случайный перевод, его случайное пожертвование оказало достаточно существенное влияние и поблагодарить его, также подтолкнуть в этой рассылке в письме на повторное, очень аккуратно, на повторное пожертвование. К примеру, удалось спасти и с помощью вашего пожертвования накормить трех куал после пожаров в Австралии. И здесь можно отработать с помощью определенного ТОВа, ТОНа ФОИС, через рассылки. Это повысит в целом возврат ваших доноров. То есть и случайного можно сделать постоянным. опять же, вариант, когда у вас есть еще и контакты, вы точно можете его вернуть. Спасибо. А вот еще вопрос, где рисовать такую карту, в чем? И можно ли ее использовать для корпоратов? Данные карты, вообще очень-очень много разных сайтов. Можно делать даже как презентации, потому что вот эти этапы я делала просто в презентации отрисовывала. Все эти элементы есть. Для большей простоты есть онлайн-ресурсы. Можно просто забить построение и у вас будет, я даже сейчас могу показать на секундочку вариант, который я нашла в открытом доступе и его можно бесплатно использовать как граф. Так, должна отображаться. Как? Вот. Это просто сайт. Здесь вы можете войти по логину паролю и здесь уже даже был драфт карты пути донора. И он очень широкий. Вы можете его под себя адаптировать или просто забивать в поисковике. есть уже готовые фреймворки. То есть уже прям готовые модели есть, которые можно под себя адаптировать. Да. Отлично. И для корпоратов тоже можно использовать. Да. Все крайне гибко. Спасибо. Спасибо большое. Ник, ну мы как в общем такие, знаете, как лисичка, которая к зайчику в дом пришла на пороге посидеть. Ну, типа вот спасибо большое, что вы к нам пришли, но мы теперь от вас не отстанем. Вот. У нас много, все кивают и все пишут, что спасибо огромное, но надо бы еще бы пообсуждать. Поэтому надеюсь, что вы согласитесь заглянуть к нам на огонек в лабораторию ресурсных центров, для того, для того, чтобы может быть чуть в меньшем количестве людей и в более длительном формате обсудить. И вот те, кто попробует уже что-то с этим сделать, смогут задать такие вменяемые вопросы. А вот я пробовала, у меня вот так. А вы, может быть, как практик сможете нам помочь с этим разобраться. Будем очень рады такому сотрудничеству. Да, конечно, спасибо большое, что пригласили и будем тогда на связи, если будут вопросы, пишите. Спасибо, спасибо большое. Ну что, коллеги, мы...